Здравствуйте, дорогие любители восточных шахмат! Сегодня я начинаю курс лекций по теории сёги. Всё, что вы хотели спросить об этой игре, но не знали у кого или стеснялись. И начнём мы с самых базовых стратегий, которые возникают в начале партии. Уже на первых ходах игроки решают главный структурный вопрос позиции – сдвигать им ладьи или нет. Результатом этого решения являются три основных стиля игры, хотя есть разные аномалии, о которых мы сейчас просто умолчим. Итак, если оба игрока оставляют ладью на месте, то получается Айфури Биша, или обоюдная статическая ладья. Если оба сдвигают свою ладью на другой фланг, то такой стиль игры называется Айфури Биша, или обоюдная сдвинутая ладья. В обоих стилях ладья любого игрока работает на фланге, где расположен король соперника. Если же ладью сдвигает только один из игроков, то ладьи и короли становятся в оппозицию, как бы разделяя доску на ладейный и королевский фланги. И такой стиль называется оппозиционным, или тайкогата. Мы можем также называть этот стиль Фури Биша против И Биши, или для краткости просто Фури Биша. Подавляющее большинство сильных профессионалов предпочитает оставлять ладью на месте, принадлежа к партии И Биши. Но немногие смельчаки до сих пор играют Фури Бишу. Кстати, в данный момент в Японии проходит матч за титул Осо. Сильнейшему современному сегисту Фудзи Сота, он всегда играет и Бишу, противостоит сильнейший игрок Фури Биши Татсуэ Сугай. Дела у Фури Биши в этом матче складываются неважно, и мы как раз сегодня поговорим о том, какие плюсы и минусы имеет Фури Биша в оппозиционном стиле. Есть три основные причины, почему Фури Биша отстает от И Биши в дебюте, как в скорости развития, так и согласно оценке сильнейших компьютерных программ. Причина первая. Потеря темпа на смещение ладьи. Первая причина неустранима, так как является системной. Поэтому Фури Биша тяжело использовать преимущество первого хода, которое в сёге, конечно, есть, хотя далеко не такое большое, как в шахматах, го или сянцы. И Биша, в свою очередь, может атаковать сразу, толкая ладейную пешку. Причина вторая. Потеря темпа на защиту от продвижения ладейной пешки соперника. Фури Биша, как правило, приходится поднимать слона, и это потеря уже второго темпа на самой ранней стадии игры. Такую потерю в скорости наверстать нереально, но, к счастью для Фури Биши, дебюты сёги, в принципе, неторопливые. Причина третья. Трудность в продвижении собственной ладейной пешки. Например, в Шикенбише может сработать следующий приём. Статичная ладья в ответ на продвижение просто меняет слонов. И слон тут же десантируется на доску с вилкой, неизбежно превращаясь на следующем ходу. Вторая и третья причины могут устраняться применением продвинутых стратегий. Например, играя Сан Сан Каку Сэн Пу, открытого слона, на пункте 3-3. Здесь и Биша обычно тоже тратит ход на размен слонов, теряя темп в ответ. А в быстрой Исиде пешка, стоящая на пути ладьи, продвигается достаточно быстро, ещё до смещения самой ладьи. Таким образом, устраняется третья причина. Разобравшись с проблемами в динамике, то есть в скорости развертывания сил, мы также упомянем структурные проблемы Фури-Биши в противостоянии Ибише. Проблема первая. Слон является объектом для атаки, так как расположен на ладейном фланге. Основное поле битвы непосредственно связано с расположением ладей. А слон, находящийся в зоне конфликта, это вполне естественная и законная цель. Проблема вторая. Кони-копьё ладейного фланга испытывают перекрёстное воздействие старших фигур соперника, ладьи и слона. Неудивительно, что они часто погибают на своих начальных позициях, в то время как копьё и конь ладейного фланга Ибише находятся в относительной безопасности. Проблема третья. Только Ибиша может активно использовать коня на ладейном фланге, и это большое преимущество. Таким образом, Ибише гораздо проще достичь идеального атакующего сочетания четырёх фигур – ладьи, слона, серебра и коня. В то же время для Фури Биши развитие её левого коня считается большим успехом. Думаю, теперь вам понятно, почему подавляющее большинство топ-профессионалов выбирают Ибишу. Топовые профессионалы, игроки класса А, обладавшие большими коронами Сёги, Нагаса Такуя и Хироса Акихито, в начале своей карьеры сдвигали ладью. Хироса даже завоевал свой первый титул, играя специальную стратегию – Шокенбиша Анагума. Но и они перешли в лагерь статичной ладьи. Однако, несмотря на структурные проблемы и отставание в скорости, Фури Биша имеет свои плюсы. Как ни странно, даже сегодня есть сильные профессионалы, которые, игнорируя общую тенденцию, переходят в партию сдвинутой ладьи. Самый свежий пример – экс-мейдин Сато Амахико. Когда-то давно, в ответ на жалобу одного профессионала о трудностях игры в Сёги, великий Аяма, признанный мастер сдвинутой ладьи, ответил – «Тебе нужно играть Фури Бишу. Фури Биша – это легко». И это главный плюс Фури Биши. Но мы попытаемся раскрыть идею Аямы несколько подробнее. Во-первых, в оппозиционном стиле можно провести четкую грань между Миттельшпилем и Эншпилем. Как правило, борьба в Фури Биша разворачивается на ладейном фланге. Ладьи часто вымениваются и вбрасываются в лагерь соперника, после чего начинается Сэмэай или обоюдная атака. В отличие от других стилей, здесь игра четко структурирована. Соответственно, перестроиться на Эншпильное мышление гораздо проще. А методы игры в Эншпиле и Миттельшпиле все-таки сильно различаются. Во-вторых, короли до Эншпиля, как правило, находятся в безопасности. Оппозиционный стиль отличается локализацией поля битвы на ладейном фланге. Иначе говоря, используют более узкое поле битвы, чем в других стилях. Поэтому варианты считаются легче. А о королях до поры до времени можно особо не задумываться. В-третьих, прочность крепости является ее основным достоинством. Оценивать позицию в оппозиционном стиле легче, так как защитные формации должны отвечать одному основному критерию – прочности или иначе безопасности. Перед вами позиция из партии прошлогоднего матча Эйо – Фудзи Сота Сугая Тацуя. Вы вряд ли увидите двойную анагуму в других стилях игры, потому что прочность там далеко не всегда идет на первом месте. Не менее важны критерии – мобильности короля и баланса флангов. А еще есть критерии удобства построения крепостной формации и ее способности осуществлять прогресс. И для всех этих параметров невозможно вывести какую-то общую формулу сравнения. В-четвертых, игра Фурибиши более шаблонная, чем у Ибиши. Есть выражение – Ибиши надо делать хорошие ходы, Фурибиши достаточно не делать плохих. Мастер Фурибиши, девятый дан Кубо Тосиаки, отмечал, что если король уведен в мина, собаки старших фигур – слона и ладьи – это победа. В этом суть смещенной ладьи. Действительно, в случае быстрой атаки со стороны соперника, крепость Фурибиши почти всегда прочнее. И если не нарушать естественный ход событий, то это часто приводит к стратегически выигранному Эншпилю. Ну а если Ибиша застраивает прочную крепость, например, Анагуму, то у нее есть большой риск попасть под раннюю атаку. И ярчайшими примерами этого являются Фудзи-система или показанный на диаграмме Томагавк. Конечно, профессионалы-мужчины, ориентированные на статистику и процент побед, чаще играют Ибишу. Но на любительском уровне и среди сильнейших женских профи, Фурибиша все еще крайне популярна. И что немаловажно, это очень красивая и логичная стратегия, без которой Сёги стали бы гораздо беднее. Подводя черту под этой интересной темой, мы можем сделать вывод, что тем, кто предпочитает совершенствовать Фурибишу в оппозиционном стиле, будет легче считать варианты, легче оценивать позицию, легче планировать, но тяжелее выигрывать в медленной игре, особенно у соперников высокого уровня мастерства. О какой стиле игры предпочитаете вы? И почему? Оставляйте ответы в комментариях, там же делитесь своими мыслями, а я с удовольствием их почитаю. Если вы хотите узнать больше о теории Сёги, заметно усилить свою игру, посетите мой онлайн-семинар «Тайны Йосе», который пройдет в Zoom 25 февраля. Йосе в Сёге отличается своей неповторимостью, то есть отсутствием типовых окончаний, которые надо заучивать наизусть. Для усиления игры в конце партии необходимо выработать особый способ мышления, базирующийся на общих понятиях и общей логике игры. В Эншпиле перестает работать привычная шкала ценностей фигур, поэтому я детально расскажу о моменте перехода от Меттельшпиля к Эншпилю и как этот момент определить. В результате вы подробно узнаете о трех целях Меттельшпиля и четырех последовательных стадиях, на которые делится Эншпиль. Мы изучили практически все книги по теории Йосе на японском языке, которые пока неизвестны русскоязычным любителям. И в общем-то, если не считать задачники Цуме и Хисси, их немного. Это трехтомник Хабу Юсихару «Техника Йосе», двухтомник «Полное руководство по финальной стадии партии», «Уэно Хирокадзу», «Техники Эншпиля, которые приведут ваше превосходство к победе» восьмого дана Санадо Киичи, ставшая классикой книга «Дьявольские концовки» уже покойного девятого дана Кумагаи, также книга группы авторов «Как перевернуть ситуацию», и, конечно же, стратегия Эншпиля бывшего третьего дана Сюрэйкай Араки Такаши. Более детальную информацию о семинаре вы можете найти ВКонтакте в группе «Клуб Сёги Хагакурэ». Прочитайте и обращайтесь ко мне личным сообщением в любой из соцсетей. Совместными усилиями мы поднимем ваше понимание игры на совершенно другой уровень. До скорой встречи!